Британской авиакомпании British Airways, возможно, придётся пересмотреть свои планы на возобновление полёта в полном объёме в июле из-за намерения правительства ввести обязательный двухнедельный карантин для прилетающих в Британию и за границы. Об этой мере объявил премьер-министр Борис Джонсон. «Чтобы не допустить новых заражений от иностранцев, я официально предупреждаю о скором введении карантина для всех лиц, прибывающих в страну воздушным транспортом». Режим самоизоляции отменяется в Великобритании в эту среду, а точную дату введения обязательной самоизоляции на 14 дней, прибывающих из-за границы, правительство пока не назвало. Но обещает сделать это в ближайшее время. Также неизвестно, как долго эта мера останется в силе. Но уже понятно, что она сделает крайне непривлекательными для британцев туристические поездки за границу и разрушит надежду British Airways на скорое восстановление. Уилли Уолш, глава холдинга IAG, владеющего British Airways, пожаловался в понедельник на тяжелое финансовое положение авиаперевозчика, подчеркнув, что 14-дневный карантин для прибывающих в Британию это положение не улучшит. Экономические трудности испытывает и главная воздушная гавань Великобритании – аэропорт Хитроу. Из-за пандемии и карантина количество пассажиров здесь упало на 97%. В апреле через аэропорт прошли только 200 тысяч человек. Столько же, сколько когда-то здесь проходило за один день. Глава Хитроу Джон Холлен Кей попросил правительство срочно предоставить план того, как будут открываться границы после победы над болезнью и немедленно приступить к согласованию новых международных санитарных стандартов для авиации. Но на некоторое направление правила самоизоляции распространяться не будут. В частности, это относится к прилетающим из соседней Франции.